всем привет с вами снова алина и сегодня я продолжаю рубрику на своем канале где буду рассказывать вам о том как похудеть привести себя в форму в общем подготовиться к пляжному сезону и у меня уже было несколько видео из этой серии поэтому если вы их до сих пор не видели то обязательно посмотрите я ссылки на них оставлю в описании и я помню что обещала вам видео с моими повседневными упражнениями я не забыла но скорее всего быстрее я выложу их в instagram поэтому если вы до сих пор не подписаны на мой инстаграм обязательно подписывайтесь там все самое свеженькое но сегодня мы поговорим с вами о том как же похудеть и при этом не изнурять себя диетами я расскажу о своем опыте своих лайфхаках и о каких-то секретах которыми хочу с вами поделиться в этом вопросе я прошла очень долгий путь я худела по моему с тех самых пор как стала подростком при этом опять же какой-то свиночка я никогда не было но постоянно сидела на каких-то диетах экспериментировал со своим телом это конечно не проходило бесследно но сейчас я могу давать уже какие-то полезные советы чтобы другие не повторяли мои ошибки и чтобы видео не получилось супер длинным я сегодня расскажу 10 лайфхаках как похудеть без диет но если тема вам понравится то обязательно буду снимать продолжение более весной это актуально как никогда и кстати только сейчас поняла что я сижу в очень мотивирующие футболки поэтому после этого видео вы знаете что делать итак первый и супер работающий совет который я могу дать практически всем девушкам особенно в нашей стране потому что я уже видел про привычки худых людей рассказывал о том что у нас стране очень многих людей имеются так называемые бабушкины установки так вот первый мой совет заключается в том что пользуйтесь тарелками поменьше я знаю что это может показаться странным но я действительно в какой-то момент своей жизни поймала себя на том что у меня дома только большие тарелки у меня нет тарелок среднего размера и вся моя семья есть только из больших тарелок и соответственно вы понимаете что из-за этого происходит переедание так вот я взяла себе за правило и никогда не ем из этих огромных буфетных тарелок я ем только из тарелок среднего размера либо иногда вообще когда хардкорю и там пытаюсь чуть-чуть подготовиться к кому-то событию я использую блюдца в них много не скушаешь но при этом ты в принципе наешься потому что я знаю что 90 процентов моего личного переедания связано с тем что у меня есть такая привычка доедать все что есть тарелки а если в тарелке изначально было не так много еды то я в принципе наемся и по калориям не переберу и если вашей семье тоже любят гигантские тарелки то просто ломайте систему и ешьте либо из нормальных маленьких тарелочек либо используйте блюдце потому что опять же если вы например будете есть 5-6 раз в день небольшими порциями это гораздо лучше для вашей фигуры чем просто там обожраться один-два раза за день это ни к чему хорошему не приведет второй лайфхак связан с тем что зачастую мне тяжело себя как-то смотивировать на занятия спортом то есть головой я понимаю что нужно тренироваться нужно заниматься спортом сжигать калории и держать свое тело в тонусе но вам не просыпается такой маленький гномик который говорит ну давай не сегодня сегодня такая плохая погода давай просто отдохнем почитаем книжку и я иногда сдаюсь этому гномику и чтобы он не побеждал меня от перманентно я взяла себе за правило переодеваться в спортивную одежду даже если я не иду в тренажерный зал и даже если я типа не собираюсь тренироваться то есть я внушаю себе такую мысль что алина да ты просто надень форму заниматься не нужно просто походи в спортивной одежде и знаете это очень сильно работает потому что когда я полностью переоделась спортивную одежду обязательно нужно надевать кроссовки кстати то смотивировать себя на тренировку гораздо проще то есть вот я вся одета я уже готова к тренировке остается просто и начать и тем более в спортивной форме мне не хочется уже знаете как-то скушать какое-то лишнее печенье я в принципе начинаю чувствовать себя более активной и мотивированный так что если у вас тоже живет такой гном ленивец как и во мне то попробуйте этот совет попробуйте хотя бы иногда переодеваться в спортивную форму когда вам вообще не хочется тренироваться и я уверена что в большинстве случаев вы начнете тренировку и потом скажете самой себе спасибо третий совет поможет вам не переедать и заключается он в том что добавьте в свой рацион как можно больше овощей вот прям настолько много сколько вы вообще физически сможете съесть я в принципе небольшой фанат овощей если можно так сказать я люблю что-то более вредное по своей природе и овощи можно сказать им просто насильно но они имеют настолько маленькую калорийность что не забивать ими объем приемов пищи было бы каким-то преступлением но это конечно как я уже говорила не относится картошки я в одном своих видео говорил о том что картошка это не тот овощ которым стоит злоупотреблять а вот какие-то помидоры огурцы редис в общем любые овощи которые вы любите и да даже если не любите которые можете просто съесть вы должны добавлять свой рацион причем реально как я говорила в таком количестве чтобы вот просто они вас из ушей лезли как я уже говорила у них очень маленькая калорийность в них множество полезных веществ и они в принципе очень полезны для вашего организма поэтому когда я ловлю себя на мысли что хочу съесть чего-нибудь вредненького я сначала объедаюсь овощами вот прям настолько что у меня там живот торчит если после этого обжорство овощами я хочу продолжить свой банкет значит я действительно очень сильно хотела есть если нет то иду со спокойной совестью заниматься своими делами дальше и в 99 процентов случаев конечно же после того как я съела овощей я не хочу кушать дальше и калории я при этом потребила просто по минимуму и кстати если вернуться к вопросам тренировок то у меня тоже есть один совет для вас дело в том что если вы такой же ленивец как и я вы знаете мне тяжело психологически заниматься там например час полтора-два я не представляю как люди могут заниматься столь длительное время мне гораздо легче просто сдохнуть но от заниматься 15-20 минут там например по той же джилиан майклс я уже рассказывала о ней видео про тренировки в общем мне легче дается какая-то короткая но просто ударная тренировка чем длительная но при этом в каком-то расслабленном темпе вы себе даже не представляете как меня мотивирует мысль что блин алина тебе нужно позаниматься всего 15-20 минут потом ты будешь свободно твое тело будет форме ты можешь дальше заниматься своими делами у тебя всегда есть 15-20 минут не ленись и это почти всегда срабатывает и знаете что греет меня еще больше так это то что вроде как бы учеными доказано то что такая вот короткая но ударная тренировка она сжигает больше калорий в дальнейшем чем какая-то длительная но не столь интенсивная кроме джилиан майклс я очень люблю тренировки по системе табата обязательно загуглите это это просто бомба 4 минуты в день когда например у вас просто супер плотный график но при этом по истечении четырех минут ты просто очень измотан и это действительно та система которая позволяет если можно так сказать подсушиться но только в том случае если у вас нет никаких проблем сердца тогда конечно это вам противопоказано но поверьте как же сладка мысль о том что можно позаниматься даже четыре минуты и кстати если вам интересны мои тренировки по системе табата тоже то напишите обязательно в комментариях и я сниму такое видео может быть в инстаграм может быть здесь на youtube короче не обязательно выделять на спорт очень много времени если у вас есть 15-20 минут этого вполне хватит главное делать это регулярно также я знатный любитель сладенького не представляю свою жизнь без этого знаю что это вроде вредно сахара там нужно максимально отказываться но мне очень тяжело с собой собладать именно в те моменты когда я хочу чего-нибудь сладкого я нашла способ себя если можно так сказать обмануть дело в том что в моем доме всегда есть какой-нибудь ароматизированный чай который пахнет шоколадом причем на подобном чае я обычно не экономлю потому что я пью его в больших количествах могу за раз в принципе 1 выпить чайник но самое важное конечно что даже если я выпью целый чайник то там не будет никаких калорий а тягу к сладенькому он все-таки перебьет не знаю насколько этот совет сработает у вас мне лично очень помогает и у меня просто целая коллекция каких-то ароматизированных чаев причем до хоть я не экономлю у меня есть и довольно дешевые знаете из такого магазина у дома пахнут какой-то дикой химозиной но именно я заметила что вот такая вот химозная химозина очень хорошо тоже перебивает тягу к сладкому я когда была на конкурсе мисс россия я запаслась еще в ростове огромным количеством подобного чая в пакетиках покупала с ароматом брауни каких-то кексов понятное дело что опять же это все не натурально это химия но это просто бомбически перебивала тягу к сладенькому и она того стоило и если вы такой же сладкоежка как и я то это может стать вашим спасением тоже кроме того я никогда не выхожу из дома голодный даже если я очень опаздываю я стараюсь чем-нибудь перекусить чем-нибудь не таким вредным но главное не выходить из дома голодный просто большинство моих компульсивных перееданий связаны с тем что я нахожусь где-нибудь не дома и это что-то из серии боже мой живем один раз заверните мне этот бургер и как будто бы подсознательно я думаю о том что если я съела эту еду не дома то калории у меня не отложится и конечно на меня действует весь этот маркетинг все эти этикеточки упаковочки рекламные призывы я когда выхожу из дома я постоянно что-то точу постоянно что-то покупаю я приучила себя не выходить из дома голодный потому что не дай бог я попаду голодный в супермаркет я уйду с огромной тележкой и пакетами которые ели дотащу до дома в которых будет столько вредных продуктов что где-то заплачет наверное одна елена малышева короче никогда не ходите голодными в супермаркет и уж тем более никогда не ходите голодными в торговые центры потому что в торговых центрах все располагает к тому чтобы вы больше купили и больше съели и кстати из этого исходит мой следующий совет и заключается в том что никогда не покупайте себе домой вкусняшки на черный день я сама так делала раньше то есть я могла купить какую-то шоколадку и сказать да нет я сегодня есть не буду вот на какие-нибудь голодные времена когда мне очень сильно захочется шоколада и у меня она будет мысли это заветная плитка но нет так делать нельзя вообще просто у меня это работает наоборот если я принесла в дом какую-то вредную еду я должна ее съесть то есть не пропадать же вкусняшкам поэтому в этом вопросе я также себя немножко обманываю и если я хочу съесть какую-то вредную еду я взяла себе за правило что буду есть ее где угодно но только не дома то есть если я например захочу шоколадку то она у меня не должна находиться дома я должна буду одеться собраться сходить магазин купить ее съесть где-нибудь и прийти домой и знаете вот это вот сложная схема добычи шоколадки очень часто спасает меня от переедания потому что мне просто лень тот самый момент когда мой внутренний ленивый гномик сильнее чем мой внутренний голодный гномик поэтому не держите дома вкусняшки и старайтесь есть их где угодно но не дома но самым важным правилом касательно еды я считаю принцип 80 на 20 то есть 80 процентов своей жизни вы едите какие-то полезные и не калорийные продукты а 20 процентов вы можете позволить себе все что хотите бургер картошечку шоколадку и если придерживаться этого процентного соотношения то у вас не будет каких-то срывов каких-то резких перееданий и этот принцип реально работает то есть например из 10 моих приемов пищи 8 будут полезными а 2 будут содержать себе какую-то вредняшку вкусняшку и так мне будет психологически легче не срываться и не смотреть на какой-то шоколад например с вожделением и облизываясь так что никогда не стремитесь к 100 процентам идеального питания потому что 80 процентов мы оставляем для тела а 20 процентов уже для души еще кстати есть один момент касательно питания если вы хотите уменьшить калорийность ваших блюд то например если вы приходите в какой-то ресторан просите подавать вам салат без заправки потому что съесть тот же цезарь без заправки гораздо полезнее чем с ней потому что вы себе даже не представляете сколько калорий находится в заправке масло соус это все просто какая-то калорийная бомба я всегда стараюсь отказываться от заправки если например я беру какой-то салат с собой то я даже не забираю заправку и при этом мне в принципе всегда вкусно я наедаюсь и не получаю если можно так сказать пустые калории потому что соус вы его как бы в принципе не особо чувствуете и потребляете очень много калорий в холостую я бы лучше съела что-то осязаемое например ту же печеньку получила те же самые калории но удовольствие было бы больше минимизируйте соусы и заправку вашем рационе так вы избавитесь от очень большого числа калорий и еще один совет про который многие сейчас могут сказать что он супер тупой и какой-то странный но он очень помог мне так вот отпишитесь от всех пабликов и страниц с рецептами приготовления блюд господи как это странно звучит но я поймала себя на мысли что я вечерами даже ночами лежа в постели могла листать эти паблики смотреть рецепты там что-то сохраняла что ой да это надо будет обязательно приготовить но от этого у меня просто безумно разгорался аппетит я не выдерживала и шла ночью на кухню потому что господи после того как ты посмотришь эти смачные и красивые видео со вкусной едой практически невозможно удержаться вообще у этого явления даже есть термин это называется food porn так вот обязательно откажитесь от этого если вы тоже фанатик я поняла что была подписана на 15 пабликов с видео рецептами боже мой на самом деле это много и они у меня постоянно выходили в рекомендованном я практически ничего из этого не готовила но аппетит мой разгорался ого-го короче не смотрите на еду в холостую как это делала я ни к чему хорошему это точно не приведет и в принципе это и были основные лайфхаки которыми я хотела поделиться с вами надеюсь это видео было вам полезно потому что это действительно мой опыт мои рекомендации и мне бы хотелось чтобы кому-то это пригодилось если вам понравилось это видео и вы хотите видеть подобные ролики и дальше то поставьте мне большой палец вверх мне будет очень приятно также напишите в комментариях хотите видеть вы продолжение либо нет но если ролик вам не понравился эта тема вообще вам не актуально то можете поставить дизлайк я всегда учитываю ваше мнение не забывайте подписываться на мой инстаграм я обновляю его практически каждый день и стараюсь всегда быть там с вами на связи кроме того я наверное туда быстрее загружу видео со своими упражнениями так что не пропустите ну и конечно обязательно подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик чтобы не пропускать мои следующие видео но с вами была алина увидимся в следующем ролике пока